Строительство новой детской поликлиники или в третьем чтении закон о том, что можно налоговый вычет оформлять на занятия спортом. В третьем чтении, значит, это Государственный Дума приняло. Дальше Совет Федерации, еще и президент должен подписать. Так или иначе, в 2022 году уже можно будет оформлять этот вычет. Друзья, если вы занимаетесь спортом, ходите в фитнес, то вы можете оформить себе налоговый вычет, заполнить декларацию, подать ее в налоговую службу, и вам вернут 13% от потраченной суммы. Но не более... Именно налоговый вычет за спорт составит не более 15,5 тысяч рублей. 15,5 тысяч рублей, но это только в следующем году получается. Да, в следующем году ты уже сможешь подать, я как понимаю, за 2021. То есть к вычету за покупку квартиры, за проценты по ипотечному кредиту, за обучение, за расходы на медицинские услуги добавляются еще расходы на спорт, на фитнес. Ну, в общем, хорошие новости, хоть что-то нам государство может вернуть. Давай к нашим новостям. И вот начнем с главной новости. Дума согласовала заместителей главы администрации. Мы здесь с Антоном Ульяновым, председателем городской думы, в прошлый раз обсуждали кандидатуры. Думаю, не надо на них останавливаться еще раз подробно. Но результат. Результат, значит, за мужчин проголосовали 24 из 29 присутствующих, то есть 5 было против. За женщину проголосовало 28 из 29 присутствующих. То есть к Марине Вячеславовне Жуковой было меньше всего претензий, вопросов у депутатов. А вот к мужчинам было больше. Ну и как результат, Олег Евгеньевич Кочетков, первый заместитель, согласован. Ранее был, 18 лет проработал в Дивеевском районе и дослужился должности первого заместителя главы района. Потом, значит, да, на хозяйстве был в технопарке главным инженером. Сейчас приходит на работу в городскую администрацию, тоже в должность первого зама. И на самом деле у него интересная такая задача. Знаешь, территориальное развитие у него есть там отдел, прям вновь созданный специально для него, как для первого зама, там в целом аппарат администрации и вот этот отдел, который будет заниматься территориальным развитием. Меня волновал вопрос вообще, что такое территориальное развитие и куда они, значит, смотрят, ну, в плане, там, будущего расширения границ. Северные территории, понятно, уже давно всем известно, поручение президента есть, его нужно исполнять. Но технопарк, у Сарова давно уже амбиции забрать территорию технопарка. Также я слышал, что есть амбиции чуть ли не весь Дивеевский район забрать, как бы, объединить, да, как некий один муниципалитет и назвать это Саровской агломерацией. Ну, вроде как, паломнический туристический кластер замаз Дивеева-Саров, ну, почему бы и не укрупнить, укрупнить. Дивеева-то к нам присоединить полноценно. Вот, поэтому я вот и думаю, что Олег Евгеньевич Кощетков не для этих ли целей, в общем-то, первый зам, да, вот не для этой ли задачи. Но он не признается, конечно, вот, говорит про северную территорию, про технопарк, но не говорит про Дивеевский район. Вот, ну, конечно, это будет серьезно. Значит, второй заместитель, точнее, никак не второй, а просто заместитель будет считаться как зам по социальным вопросам. Илья Валерьевич Волков, руководитель пенсионного фонда в Сарове, будет заниматься социалкой. Там ничего не сложно, там образование, культура, молодежи и спорт, ну, и плюс там соц. отдел, да. Конечно, это 70% городского бюджета, но все это федеральные полномочия или региональные, которые переданы нам, и, в общем-то, им просто нужно, их просто надо исполнять. Марина Вячеславовна Жукова, зам по финансовой экономике, председатель КСП, понятно, тоже с ней все ясно. И самый, как говорится, главный, самый человек, который отвечал больше всех на вопросы. Значит, если вы не смотрели, посмотрите на YouTube-канале канала 16, прям заходите в поиск, пишите канал 16 на YouTube, переходите и смотрите прямой эфир с этого заседания Думы. Больше всего вопросов, причем вопросов конкретных, точно по задачам. То есть вот что вы считаете по этой проблеме, по этой проблеме, по этой проблеме. И больше всего времени занял, конечно, Леонид Борисович Бородулин, кандидат на должность заместителя, теперь уже согласованный, по капстрою и территориальному развитию, как его называют. Понятно, что там есть задачи капитального строительства, это вот детская поликлиника, о которой мы сейчас поговорим, это и строительство 11 школы, ее продолжение, и вопросы уже нормативного регулирования строительства вообще в городе. Сейчас это один из лучших специалистов, я об этом говорил, и человек, который имеет собственный взгляд вообще на самом деле на развитие города, из моего опыта общения с ним. Все прекрасно понимают, что достойная кандидатура, не зря ее вынули, не зря глава города обратила на него внимание, не потому что он один из замов конкретной частной фирмы или еще чего-то, а просто выбирая специалисты. Конечно. Придирки какие-то. Ну, они излишни, да, потому что человек единственный, который, наверное, ну, может, не единственный уж прям так будем говорить, но действительно, который не из органов власти, прекрасно понимает всю работу с законодательством, и с землей, и с градостроительством, и со строительством в частности. И вот ему Алексей Волгин, депутат Городской думы, задает вопрос. Совершенно конкретно. Причем депутаты не стеснялись задавать проблемные вопросы именно по своим округам. Вот он ему задает вопрос. Вот есть стройка на Курчатово, московская, все ее знают. Мы неоднократно делали по ней репортажи. Значит, заброшенное строительство несостоявшегося торгового центра трехэтажного прямо вплотную к домам. Ну, все знают эту заброшенную стройку, больное место, да, в новом районе. Жители, которые там... Да, жители категорически против. Наталья Морозова, депутат, которая была там в прошлом созыве, активно с ней боролась, но, что называется, не дожала, да. И плюс к тому же администрация, на самом деле, не хотела решать эту проблему. Алексей Викторович Голубев, бывший глава администрации, вообще прямо заявлял, что, конечно, мы продолжим стройку, что там надо дать возможность всем достроить. Но вот Леонид Борисович, например, Бородуль, противоположного мнения придерживается. То есть, когда... Ну, то есть, есть глава города, он себе предложил заместителей, да. И заместитель, который по профилю, говорит, что стройку нужно ликвидировать, провести благоустройство, значит, и забыть, как страшный сон. Это безобразие. Это адекватное решение. Это адекватное, понятное решение, да. Причем, оказывается, строители, ну, строители как правообладатели, это два человека, это господин Мочелов и госпожа Мурушова, ныне, раньше их было тревое, но один, к сожалению, скончался. Значит, они, оказывается, 4 года не платили аренду в городской бюджет, а задолжали более 700 тысяч рублей в городской бюджет. Ну, то есть, вы понимаете, что люди, да, мало того, что, значит, не занимаются строительством, да, и, по сути, испортили жизнь многим жителям того района, да, прилегающим домам, они еще не платят деньги в городской бюджет за то, что пользуются этим земельным участком, по закону обязаны. И мы, получается, не досчитались этих денег, не смогли их потратить на городские нужды, то есть, там, это и ремонт дорог, которые у нас развалились внезапно, да, то есть, ну, да, 700 тысяч, конечно, не сильно большая сумма, но все же. Поэтому, на самом деле, такое свинское отношение к городу нужно прекращать, вот, и я только приветствую, да, по такую позицию Леонида Борисовича, он в этом плане оказался прямым человеком, да, и на прямой вопрос, что вы собираетесь делать, прямо ответил. Надо действовать. Но взамен на этой стройке он предлагает какое-то благоустройство. Естественно, вернуть благоустройство. Может быть, аллеечка, детская площадочка или что-нибудь. Ну, дальше уже Алексей, понимаешь, тут как, и вот будет нормальный земельный участок, да, условно говоря, его разровняют, сделают там газон или еще что-то, там, посеют, ну, просто хотя бы разровнять его, да, и вот Алексею Волгину уже дальше будет, он уже будет с местными жителями решать, что там можно сделать, да, парковку или дополнительную сделать, или какое-то пространство общественное, или аллею, или просто озеленение сделать, но это в любом случае уже будет используемое пространство, да, как его жители захотят сделать, как чистый лист, все правильно. И в этом плане, конечно, нужно, тут и Алексею Александровичу Сафонову нужно дать должное, да, что если жители считают необходимым, да, принять какое-то решение, нужно их прислушиваться, потому что местное самоуправление, на то оно и местное, что самоуправление. Таких больных точек у нас по городу очень много. Но ими надо заниматься. Да, и здорово, если Леонид Бородуллин все-таки как-то возьмется за эти вопросы. Поэтому, да, конечно, пожелаем ему удачи, пожелаем ему успехов в этом начинании. И к одной из таких больных точек, вот новость, значит, администрация выкупила первый гараж на улице Чапаева, а это, точнее, даже не... Да, это будет будущий подъезд к детской поликлинике, это вот продолжение улицы Чапаева в сторону строящейся пока еще детской поликлиники. Или не строящейся. Или не строящейся, потому что новость, параллельно с выкупом гаража, пришла вторая новость о том, что... Печальная. Печальная, что вновь объявленный конкурс по строительству монолитного каркаса детской поликлиники. Никто не заявился. Я вижу в этом причину чисто экономическую. То есть проект и, соответственно, сметы, ну, то есть вся документация к этому проекту делалась два года назад. Изменить их вряд ли кто-то изменял. Потому что, чтобы их изменить, это надо, считай, заново все пересчитать, провести новую экспертизу и уже потом, в общем, потерять полгода времени минимум. Арматура с тех пор подорожала в два с половиной раза. То есть стоила 30 тысяч, а стоит около 60, по-моему, или 70 тысяч рублей. Понятно, что цены уже... Да, и понятно, что никто не хочет работать себе в убыток, а монолитный каркас, вы сами понимаете, это бетонная арматура. То есть два товара, которые, ну, обязательно должны быть, ну, плюс рабочая сила, да, и плюс техника соответствующая. Поэтому, я думаю, никто не хочет себе работать в убыток. Посмотрели, посчитали, кто мог бы заявиться, и не заявились. Вот, собственно говоря, все. Но гараж начали выкупать. Значит, что на этот гараж могут сделать? Либо купить гараж в другом месте, то есть, соответственно, вот по рыночной цене его выкупили, тот, кто согласился его продать, соответственно, собственник. Либо построить новый гараж на земельном участке, который уже гаражному кооперативу выдали. Посмотрим, как будет развиваться история с другими собственниками. Их там 90 человек, и не все согласны. Это частные истории. Во всяком случае, там-то еще какие-то пути решения есть, предлагаются варианты. А вот людям, которые ждут эту детскую поликлинику, они подъезд к ней. Ну вот, понимаешь, получается... Какие-то выборы никакого и нет. Вот и задача тоже Леониду Борисовичу Бородулину о том, чтобы найти подрядчика на территории здесь. Может быть, в городе, может быть, не в городе, да. Но это в том числе и задача местной власти привлечь на какой-то социально важный объект, очень важный объект. И не важно, что его, условно говоря, торгуют его ФМБА, да, и там где-то на электронной площадке. Ну да, и ФМБА там, а мы здесь, и жители нашего города. Мы здесь, это наша проблема, это наша задача. Понимаешь, наша задача привлечь туда строителя. То есть человек, который там с лопатами, да, с техникой, с людьми, с бетоном закупит арматуру и начнет строить. Вот надо найти этого предпринимателя, который даже если себе в убыток, ну какими-то способами, да, его туда завлечь и привлечь. Вот, собственно говоря, в чем, как сказать, высший пилотаж местной власти. Не сидеть и думать, что сейчас мы объявим конкурсы, к нам придут, да, а придумать, кто придет, когда придет и придет ли вообще. У меня была такая ситуация. У меня три раза объявляли конкурс на благоустройство на округе два года назад. Два раза никто не заявлялся. И когда я понял, что если третий раз сейчас объявят и снова никто не заявится, мы останемся вообще без благоустройства. А там было на два миллиона благоустройства одного большого два. Я пришел к предпринимателю и попросил его поучаствовать. Я лично пошел к предпринимателю и сказал, пожалуйста, поучаствуй. Потому что ну надо, ну вот, ну вот, ну все. Нужно понимать, что опять же администрации нужно будет предложить застройщику какие-то еще условия дополнительные, потому что суммы, ну... Вот в этом высший пилотаж состоит, чтобы и закон не нарушить, и проблему решить. Вот в этом высший пилотаж. И надо сказать, наверное, отдать должное, что раньше удавалось это делать, да, прежней власти. Сейчас, к сожалению, строительный бизнес так закошмарили, что, конечно, уже многие не хотят, что называется, вписываться. Большинство померло само по себе, да, а те, кто живые, не хотят идти в убытки, тем более связаны с администрацией, которая, ну, не всегда выполнял данные собой обещания. Найдись, спаситель, найдись. Надо везде объявления расклеивать. Ну, вот, видишь, как... То есть тут либо административно кого-то заставлять, да, что вот ты идешь и строишь. Ну, либо договариваться. Другого варианта не дано. Роналду, выступавший за сборную Бразилии в 90-е нулевые в 2002 году перед полуфиналом чемпионата мира, появился на публике с, мягко говоря, странной стрижкой. На бритой голове красовалась полукруглая челка. Стрижка, к слову, стала культовой. И вот внезапно, 19 лет спустя, в интервью Sports Illustrated футболист вспомнил о ней. «Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такую же стрижку», – заявил он. Роналду пояснил, что такой прической хотел отвлечь внимание прессы от травмы ноги. И это ему удалось. В марте сотрудники одного из магазинов в Северной Каролине обратились в местные службы по контролю за животными с жалобой на бродячего пса. По их словам, тот раз за разом заходил в магазин и пытался украсть фиолетового плюшевого единорога. Но неудачно. Сотрудница службы по контролю за животными приехала, чтобы забрать пса в приют. Но перед этим она все-таки купила ему ту самую игрушку. По ее словам, единственное объяснение поведению пса – он когда-то жил в доме с таким же единорогом. После того, как постфейсбуке набрал больше 10 тысяч лайков, департамент устроил пёселю фотосессию. Четвероногого забрали в новый дом уже на следующий день. Единорог поехал с ним. Друзья, к нам присоединился Евгений Ваганов, депутат городской думы и преподаватель физики, я правильно понимаю, в школе номер 5. Все верно. Все верно. Евгений, мы тебя пригласили, потому что ты, наверное, ну, во-первых, ты молодой депутат. Впервые в городской думе, значит, заседаешь. И сразу с места в карьеру уже внес проект решения. Да. Вот. То есть дело в чем? У нас депутаты не очень сильно отличаются, ну, такой деятельностью, как нормотворчество. Особенно, ну, вот в шестом созыве очень мало кто этим занимался. И вот на самом деле хорошо, что есть, как говорится, свежая кровь, да, молодые люди, которые еще тем более своими идеями приходят и уже готовы вносить проекты решений. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее нашим зрителям, что за это за решение, почему именно молодежная палата и почему ты с нее решил начать? Начать я решил с молодежной палаты, потому что я был членом, являюсь членом молодежного совета при главе города. Ну, как известно, у нас, соответственно, мы перешли от двухглавой системы к одноглавой системе. И назрел вопрос о том, что необходимо реконструировать структуру молодежного совета, перейти от молодежного совета к молодежной палате. Это требование областного парламента. Ну, и, соответственно, я разработал положение в молодежной палате при городской думе. Но оно требует утверждения городской думы, соответственно. Да, конечно, она требует утверждения Городской думы, потому что эта палата будет работать и будет таким рабочим органом именно при Городской думе, а при Городской думе только потому, что у нас при законодательном собрании Нижегородской области существует молодежный парламент, и один из членов этой палаты будет представлять наш город в дальнейшем уже непосредственно в этом молодежном парламенте. Вот прям реально огромное количество вопросов, наверное, все-таки, ну, начиная, да, в чем смысл, ну, не отвечай, не отвечай, подожди, подожди, значит, не просто в чем смысл, да, а насколько это действенный инструмент для молодых людей, то есть вот прям самое главное, да, что если человек будет в нем участвовать и работать, даст ли ему это какую-то перспективу? Ну, если человек в этом участвует, самая большая, наверное, перспектива участия в этом, это опыт, это общение, это новые знакомства, ну, и, например, как в моем случае, это дальнейшее продвижение из молодежного совета при Городе, я попробовал свои силы, поучаствовал в выборах и стал депутатом Городской думы. Это вот как один из возможных путей развития себя, именно находясь в молодежной палате. То есть это, в принципе, для тех молодых людей, которые планируют себя реализовать, ну, в политике или в общественной деятельности, да, то участие в работе молодежной палаты, это их первый, ну, можно сказать, шаг, да, или, может быть, второй шаг, но если вы уже занимаетесь какой-то общественной деятельностью, значит, к продвижению в дальнейшем в этом направлении. Все верно, да, но еще это опыт, грандиозный опыт, потому что у нас молодежь не видит, как все это устроено, как это работает, и когда мы впервые пришли в 2017 году, я выбрался и стал членом молодежного совета при главе города, Тихонов Александр Михайлович его тогда возглавлял, то для нас это был опыт именно работы. Первое заседание, написание первого протокола, которое длилось там 2-3 часа, колоссальный опыт, и как все это устроено, как взаимодействовать, кому обращаться даже с простыми вопросами, которые возникают у молодежи, как у жителей города, куда обращаться в администрацию, кому обращаться, то есть там приходит полное сознание, понимание. Давай просто к практическому, условно говоря, применению, да, то есть нормативный документ это, ну, просто база, его, эту базу нужно чем-то наполнять, то есть какой, например, просто приведи пример, какой конкретный проект может реализовать молодой человек или уже реализовали, вот, ну, на своем примере, может. Общие такие вещи, которые мы, например, реализовали, когда не было у нас пандемии, этих ограничений, мы работали над серией волонтерских автопробегов. Ну, это, если так вот, самореализация касаться. Я, например, отвечал, как учитель физики в этих волонтерских автопробегах, именно за профориентацию. То есть мы приезжали в детские дома, куда-то в небольшие поселки, в детские лагеря летом приезжали, и там я показывал какие-то занимательные опыты по физике, по химии, ну, и, соответственно, рассказывал о том, откуда мы, что это за город Саров такой, чем город занимается, куда нужно пойти учиться, чтобы потом поехать в наш замечательный, прекрасный город, чтобы здесь работать, и показывал возможные перспективы для этих детей. Глаза горели, все было здорово. Что касается, вот, правильно был вопрос, именно нормотворческой деятельности, ну, например, к нам обращались с такой проблемой. Есть молодой человек, он получает пенсию по потере кормилица. Бывают такие ситуации, к сожалению, в жизни, да? Ну, и после 10 класса он хотел помочь маме, пошел подрабатывать, ну, и, соответственно, сразу же ему эту пенсию убирают, потому что, если человек устраивает официально даже на небольшую подработку, то он теряет пенсию по потере кормилица. Вот это, мне кажется, перекос, и таких перекосов должно быть. Мы немножко не успели из-за пандемии эту тему развить, но вот у тех ребят, которые дальше придут в молодежную палату, у них уже мы отдадим эту инициативу. Возможно, они с этой инициативой выйдут как раз на социальный комитет, а дальше социальный комитет, надеюсь, доведет до закс собрания как минимум, чтобы таких вот вещей не было. Ну, то есть это реальная жизненная ситуация, которая может, в принципе, улучшить жизнь многим людям. Да, влегчить жизнь, что если есть такая ситуация, что человек получает пенсию по потере кормилица, хочет подработаться, почему бы нет? А вот для участников при реорганизации Совета в палату сейчас что-то изменится для самих участников? Да, надо рассказать, наверное, об изменениях, которые закладываются в это положение. Сразу скажу, что положение разрабатывал не один, мне помогали ребята из Молодежного Совета, у нас была рабочая группа. Активное участие в разработке положения и регламента работы палаты принял Максим Казанцев. Какие еще главные отличия? Прописали непосредственно конкурсную процедуру для отбора в Молодежную палату. После того, как, я надеюсь, все-таки мой проект пройдет согласование в Думе, будет объявлен конкурс. Конкурс будет длиться в течение месяца. Будет сформирована конкурсная комиссия. Возглавлять ее будет председатель городской думы. И, соответственно, конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап — это сбор анкет. То есть в течение месяца можно будет подать анкету в городскую дому. И потом в течение двух недель будут проходить очные собеседования. И где непосредственно, отвечая на опросы комиссии, получая за это баллы, будет сведена таблица. И пока мы считаем, что оптимально остановились на количественном составе Молодежной палаты до 15 человек. Но этот вопрос пока еще обсуждается. Потому что после того, как я первый раз внес на социальный комитет положение о Молодежной палате, был отклик от депутатов, были внесены правки. Мы их недавно на рабочей группе рассматривали. Ну и сейчас продолжаем работать именно над этими правками. Смотрим, уносим, обсуждаем. Вот вопрос. Важно ли место работы и род занятий? Потому что возраст, понятно, с 18 до 35, но важен ли, где человек работает или какое у него образование? Или там нет никаких ограничений в этом вопросе? Ну вот из личного опыта скажу, важно наличие все-таки свободного времени. Свободного времени во второй половине дня. Потому что чаще всего мы собирались вечером после работы, в 5-6 вечера, и у нас были ребята, которые хотели участвовать, которые были интересные предложения. Но ввиду того, что, например, они работают посменно, или же просто не успевают дети, семья все-таки. Поэтому вот когда мы пришли к количественному составу, 15 человек, это как раз связано с тем, что, как правило, 10 активных, потом остается вот этот корм, который готов работать. Это как пел Владимир Семенович, настоящих буйных мало, да? Вот и нету вожаков. Да, то есть когда поправки депутатов носили, они говорили, почему так ограничивается 15 человек, давайте соберем 60, пускай это будет такой мощный инструмент. Кто-то предлагал 34, да? Ну, по аналогии с количеством депутатов. Может быть, потом было бы интересно, да, кого-нибудь из молодежного палаты закрепить с депутатом. Как помощника, например? Прогуливать Думу. Ну, кстати, насчет помощничества. В свое время, да, у нас многие ребята, себя проявив, они становились помощниками депутатов, да. Многие сейчас уже, передяя 6-го, 7-го состава, депутат, их депутат перешел, они также остались, и они являются помощниками и членами молодежного совета. Ну, я в свое время пришел в совет молодых ученых-специалистов городообразующих предприятий. Ну, как только вы избрали в 15-м году, я прям вот октябрь месяц иду на первое же заседание СМУИС, РФС ВНЕФ, и прям вот сидит молодежь наша научная, ну, вроде все свои ребята. Я говорю, ребят, прям вот нет проблем, да, вот хоть завтра. Помощник депутата, да, и начинайте уже действовать. То есть вы, если хотите, приходите. То есть проблема была найти помощника? Да, то есть я три года жил без помощника. Ну, как бы, все сам. Ну, если молодежь не хочет, да, вот в Невск, например, на ученых, ну, это совет молодых ученых, да, не хотите, ну, не надо, вот. То есть если молодежь хочет, то, пожалуйста, я думаю, что за любым депутатом 15 человек, ну, 15 депутатов найти несложно. Я готов. Да, это из истории такой депутатской школы, так скажем. Да, да, да. А кто знает, через 4 года? Ну, поучится, посмотрит, а вдруг получится. Ну, серьезно. Да, пример, как говорится, налицо. То есть если человек готов работать, да, ходить там, топтать ножками округ, общаться с местными жителями, решать. Нет, я сам туда пойду тоже за помощником, потому что, да, у меня... Кузница кадров, запоминайте. Да, да, кузница кадров. Кузница депутатских кадров. Потому что именно люди с горящими глазами, которые понимают, что они делают, зачем они туда идут, это на вес золота. Ну, я так понимаю, это работа, конечно, общественная и никак не оплачиваемая. Общественная, неоплачиваемая, так же, как и депутатская инициатива наказуемая, тоже не оплачиваемая. Это, наверное, самый популярный вопрос, сколько ты в Думе получаешь. Ну, да, много задают этот вопрос. И очень часто прям... Хотя он лежит на поверхности, он крайне нисколько мы не получаем. Это такой тяжелый вздох. Собственно говоря, возвращаясь к работе на округу, там, где мы ищем себе помощников, по большому счету, да, я так понимаю, ты первый раз, первый раз депутат городской думы, значит, впервые избирался и столкнулся с проблемами своего округа. Я знаю, что твой округ участвует в программе «Вам решать». Кстати, я всех призываю активно голосовать. Саров тут отстает. Нам надо проявить активность, надо быстрее, сильнее, выше, как говорится, участвовать в этом голосовании. Самое главное, что можно участвовать не только путем СМС и госуслуг, которые очень ограничивают. Да, там появился еще и номер телефона. А я по госуслугам голосовал. Вот. Можно позвонить по единому номеру, попасть в колл-центр в Нижнем Новгороде, сказать, что вы из Сарова. И да, есть. Нет, я сам опробовал просто систему, она работает. Можно сказать, что я из Сарова, назвать проект, либо его номер. Проект номер 8, ремонт площадки пятой школы. Минутка рекламы. Поддерживаем. Да, это мой проект, проект нашей школы, инициативная группа из нашей школы. Это школа именно пять. Это, да, ремонт площадки именно на территории пятой школы. Сразу же скажу, такой, скажем, ограничительный ресурс, что на площадку школы не попасть. У нас на площадку школы можно попасть во второй половине дня. Она освещается, она под видеонаблюдением. Дети у нас играют, активно в футбол. То есть, в принципе, свободный доступ, это тебе не пример 16-й школы, К сожалению, да, это пример 16-й, 14-й школы, и у нас есть свободный доступ. И, к сожалению, спортивных объектов в старом районе не так много, а они требуются. И вот, если мы ремонтируем поверхность площадки, покрытие площадки, будет здорово, будет еще одно место, где поиграть. Хотя уже по проекту реконструкции парка Сосина, да, там у нас заложено две площадки спортивных. Одна баскетбольная, другая со столами, с теннисными. С такими вот... Друзья, номер на экране. Пожалуйста, голосуйте, не будьте безучастны, выберите понравившийся вам проект, вот предлагается проект пятой школы, спортивные площадки, если вы из старого района, берите телефон, звоните прямо сейчас. Я вас, пообщем, призываю поучаствовать в этом процессе. До 15 апреля включительно, можно проголосовать. До 15 апреля. Либо заходите к нам на YouTube-канал, канал 16, и смотрите последний выпуск актуального интервью, там будет схема голосования, собственно, на сайте. Да, с любовью Валентиновной Лобановой, начальником сектора благоустройства департамента городского хозяйства, там вообще полная информация о том, как вам, как проект вам решать реализуется, и как вы можете поучаствовать в этом проекте, непосредственно, может быть, не в этом году, так в следующем, решить какую-то проблему. И вот, возвращаясь к проблемам, с какими проблемами столкнется твой молодой помощник на твоем округе? Запугать? Ну, нас запугать, почему? Сразу рассказать, чтобы не пугался. Ну, в старом районе, мне кажется, у всех одинаковая самая большая проблема, это жилищно-коммунальные проблемы. Это и точно. Благоустройство внутри квартальное и жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, начиная от подъездов, ненадлежащие состояния находятся, до более крупных проблем. Ну, и, соответственно, сейчас весна, снег сошел, растаял асфальт, кругом ямы, мы все это все прекрасно видим. Вот обращения были зимой, в том числе и связаны с уборкой территории, сейчас с наледью в дворах, а сейчас начались уже обращения именно касательно того, что ямы, и не только на проезжей части ямы, и на тротуарах ямы. Видимо, после активной чистки вот этой весенней снега у нас, конечно, покрытие асфальто-бетонное. Ну, это такие текущие проблемы? Вообще, планы стратегические на пятилетку? Наверное, из обращений жителей самые такие большие вещи, это освещение по улице Пионерска во дворах, там очень темно. Большой проект, который на округе будет, я надеюсь, реализован в ближайшие, ну, хотя бы не ближайший год, а ближайшие два-три года, это спортивная площадка во дворе Ленина 39. Ну, и ждем, конечно же, большой резонанс на округе вызывает реконструкцию парка. И самая, наверное, для меня такая точка – это именно качество работы в парке. Евгений, спасибо тебе большое, что к нам пришел, рассказал про свои инициативы, про свое видение работы депутата, про молодежную палату теперь уже, как первый шаг в политической карьере молодого человека. Друзья, на этом у нас все. Это была программа «Соседский Wi-Fi». Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока.